Я вдохнула и запах морженых сосудов. Символ дзен, дзен-буддизма, этот символ действительно мне в какой-то мере близок, потому что для меня это дзен, он про созерцание, про спокойствие и про достижение чего-то без суеты. Вот я стараюсь, собственно, как-то следовать этому правилу. Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Ульянов. Я один из омских авторов, автор книги «Шелест листьев». Писать я начал еще в детстве. Писал я всегда для себя, но, как правило, это все заканчивалось ничем, просто потому что писал для себя. И вот не так давно, несколько лет назад, я бросил себе вызов и решил написать книгу именно для публикации. Сейчас я, собственно, вам зачитаю отрывок из нее. Тони проснулся от теплого дуновения в ухо. Он узнал это ощущение и, резко замахнувшись рукой, повалил Эльзу к себе на диван. «Мисс Стоун, вам не стоит так заигрывать с бывшим копом. А вдруг я сверну вам шею?» Сонно прищурившись, он крепко прижал девушку к себе, обхватив застроенную талию. «А может быть, я скорее откусила бы тебе ухо, и ты бы уже корчился от боли», нежно шепнула девушка и потянулась зубами к его уху, медленно переведя это в поцелуй в щетинистую щеку. «Ты когда обрился последний раз?» Тони положил голову девушке на грудь и стал задумчиво чесать ее макушку щетиной на подбородке. «Дня четыре назад. Ты готов ехать?» «Да, вот только книги сложу. Государственная собственность». Детектив показушно поднял книгу, лежавшую возле дивана над головой, как пастор святое писание. «И давно ты стал ходить в библиотеке за сборниками сказок?» «Я думал, а ты старый, закаленный жизнью детектив. Романтизированный образ?» Ожидаемо подколола его Эльзи. «Я сам не знаю, зачем. Зачем я их взял? Просто Тони со звуком плюхнул книгу на стол рядом с остальными. Просто у меня уже нет идей. А вчерашняя свидетельница сказала, почитать сказки? Нет, она сказала, что ее маленький брат считает, будто пропавший парень как-то связан с гномами или феями, или черт знает чем». Тони остановился на мгновение. Его лицо выражало боль отчаяния и сомнений. «Но знаешь, пару дней назад Рикарда показала мне рисунок того монстра, которого она, по ее словам, видела во дворе дома. Я не знаю, Эльзи. Я понимаю, что это бред, но...» Ну, зато ты размял мозги за художественной литературой. Полезное разнообразие. Надо будет посмотреть, что там нарисовала Маришка Рики. Эльза поудобнее устроилась на диване. «Хватит разговоров. Собирайся давай. Карла ждет нас к обеду. Сказала, что будет пробовать что-то новенькое. А нам надо еще заехать за вином, как ты хотел. И краски. Краски для Рики. Она меня зальет слезами, если я снова забуду». Ну, тогда тем более шевелись. По дороге на ферму они заскочили в винную лавку и купили пару бутылок красного вина. Одну недорогого столового и одну подороже, по настоянию Эльзи. В подарок Карли за труды. После они заехали в детский магазин и купили подарок для племянницы Тони. Небо постепенно заволакивало тучами, и через полчаса солнце окончательно скрылось за их плотной пеленой. Полдень будто резко перенесся в вечер. Поднялся довольно сильный ветер, и люди вокруг, одевающиеся уже скорее по-летнему, усиленно сворачивали свои тела в плотные комки, чтобы он не пронизывал их так сильно. «Будет буря», — констатировал Тони, когда они выходили из магазина. «Да, похоже на то, но тучи идут с востока. Возможно, у них там небо ясное, как думаешь?» Мольба о даровании надежды во взгляде девушки заставила мужчину отвлечься от вчерашних мыслей. «Все может быть. Я бы не отказался понежиться на солнышке после обеда», — мурлыкнул он, открывая девушке дверь авто. Первую половину пути они ехали по весьма оживленной трассе. По едва уловимому напряжению в воздухе было заметно, что народ спешит по домам, чтобы не попасть под дождь и не постоять в пробках. Но ближе к повороту с 94-го мелкие капли спустились с неба. Потом их число возросло, и спустя пару минут стена воды обрушилась на машину, застилая дорогу на ферму сплошной пеленой. Они ехали молча, так как могут молчать любящие сердца. Эльзи смотрела в окно, думая о своем, а Тони следил за дорогой, стараясь не дать вчерашним мыслям приныкнуть в его голову. Эльза взяла его за свободную руку, которую он держал на автоматической коробке передач по старой привычке от вождения на механике. Езжай, пожалуйста, осторожнее. Видимость все хуже. Я знаю, малыш, не волнуйся. У меня тут возникла одна идея. Тони повесил фразу в воздухе и, высвободив руку от ладони девушки, принялся искать что-то в магнитоле. Спустя несколько секунд в машине заиграли мягкие басы и клавиши, как бы повторяющие звон капель дождя по стеклу. «Riders on the stone» — детектив вступил вместе с Джимом Моррисоном. «Ты издеваешься?» — Эльза взмолилась. «Включи что-нибудь повеселее, но согласись, подходит». «Про нас», — улыбнулся детектив. «За дорогой следи давай. Вдруг на дорогу выскочит олень или лисица?» — буркнула девушка, глядя в окно, пока он выключал музыку. И внезапно оживилась. «Вон, смотри, в лесу бежит. Видишь? Олень!» Тони убавил газ и без того медленно едущий по мокрой дороге машины и повернул голову. Он правда увидел оленя, который бежал параллельно с машинным курсом. Зрелище было завораживающее. Животное ловко преодолевало поваленные деревья и холмики из листвы и хвои, не уступая в скорости машины. Точно соревнуясь с ней. А два пассажира, как зачарованные, наблюдали за его прыжками. Когда он то исчезал за деревьями, то появлялся вновь. И хотя водитель периодически поглядывал на дорогу одним глазом, другим он выискивал в чаще место, откуда снова появится грациозное животное. Внезапно дождь прекратился. И небо расчистилось, ударив солнце в глаза влюбленным. Так резко закончился, ошарашенно повернулась к Энтони его девушка. А потом, повернувшись к коленю, добавила. Тони, олень пропал. Мужчина снова повернул голову к лесу и, сосредоточившись, искал движение между стволов деревьев. Внезапно между деревьев показались небольшие рога и сосредоточенные на гонке круглые темные глаза. И золотистые от света солнца волосы. Волосы девушки, что сидела на олене грациозной наездницей. Девушки, что Тони видел в библиотеке. Медовые волосы, которые он узнал. Сейчас они переливались еще сильнее, местами сияя золотом, кое-где переходя в темную бронзу или медь. Словно текущий с ложки мед играли они на солнце. Животное с ездоком ускорило шаг и начало отрываться от машины. Мужчина, не отрываясь, прибавил газу, пытаясь сравняться. Тони, дорога же мокрая, осторожней, сказала девушка на пассажирском сидении, положив руку на его ладонь. Ты что, не видишь, Эльза? Он неотрывно следил за удаляющейся в лес фигурой оленя. Ты это видела? Ты ее видела? Кого, милый? Ты о ком? Олень? Да, он вдруг быстро побежал, наверное, испугался кого-то в чаще леса. Надеюсь, он не прыгнет на дорогу нам под колеса? Девушка явно ничего не видела из того, что предстало перед глазами Тони. Сбавь, пожалуйста, скорость. Взяв руль обеими руками, сняв нажим с педали газа, Энтони молча уставился на дорогу. Он не мог поверить своим глазам. Неужели галлюцинации на почве чтения этих книг на ночь? О ком ты говорил? Эльза заметила, что ее попутчик в легком шоке. Я видел девушку на том олене, вверхом. Мужчина помедлил. Я видел ее вчера в библиотеке. Она как будто бы следила за мной. Девушку? Как она выглядела? Я не разглядел. Она небольшого роста, у нее золотые волосы, как мед. Так переливались на солнце. Я не разглядел остального. О, детектив Арсина, у вас появилась симпатичная поклонница? Эльза игриво пихнула его кулаком в плечо. Не та ли это девушка, с которой ты вчера ходил навстречу, а, Ромео? Но лицо водителя было серьезное и сосредоточено. Ему было не до шуток. Он не понимал, как его пассия не заметила наездницу, когда та буквально светилась на солнце. Эльза положила руку ему на колено, чтобы отвлечь. Все хорошо. Мы обсудим это, как приедем. Ладно? Мы почти приехали. Да. Обед в чете Арсина проходил шумно, с морем улыбок и юмора. Эльза заряжала всех позитивом, а привычными семейными патруниями тут и не пахло. Карла приготовила прекрасную паэлью и похлебку из красной рыбы. Рикарда радостно обняла дядю, когда тот достал краски из пакета. А как же тетя? Надула губы Эльза. И тетя, и Эльзе тоже. Девочка протянула маленькие ручки и, повиснув на шее у девушки, поцеловала ее в щеку. Малышка шепнула. Спасибо тебе. Тони наверняка забыл про краски, а ты ему напомнила, да? Я все слышу, ребенок. Строго пошутил он. Нет, Рикки, твой дядя сам мне сказал пару дней назад, что нужно купить тебе краски. И сам же сегодня об этом вспомнил. И это несмотря на то, что он уже четвертый день не может вспомнить, что нужно побриться. Улыбающиеся губы девушки показали Тони игривый язычок. Наблюдающий за всем этим Гвида был рад видеть его дочь такой счастливой. Ну, Рикки, иди, опробуй краски в деле, а я займу у девушки эту лишнюю пару рук. Ты ведь не против? Конечно, Гвида. Он в твоем распоряжении, а я пока помогу Карли с уборкой в столовой после того свинарника, что вы там устроили. Сказала девушка, изображая акцентом и интонацией строгую итальянскую мамашу. Иди, уволень. Помоги брату. Си, мама. Выдохнул Тони, направляясь за братом. Немного отдохнув после плотного обеда, за разговорами они принялись наводить подрядок в амбаре. Вынесли из него кроличьи клетки, чтобы хорошенько промыть их тугой струей из шланга. Закончив с делами часам к пяти, Тони взял Эльзу за руку и, держа в другой руке прихваченную с собой книгу, повел ее к дереву, под которым любил читать его отец. Устроившись на плотный старый плед поверх влажной травы, он оперся спиной в ствол у лиственного старика. Дереву было больше пары сотен лет, если верить тому, что утверждали все бывшие хозяева фирмы. Говорят, оно всегда стояло на этом месте. Правда, дерево не было слишком крупным, и ему можно было дать не больше лет, чем тем деревцам, что были посажены вдоль дорог в городе. Эльза удобно прилегла головой ему на бедра. Ее светлые волосы контрастировали с его темными рабочими джинсами. Брови темнее на тон или два, и серые большие глаза на слегка угловатом, но по нежному округлом лице. В ней угадывались черты представителей Северной Европы. Но Тони никогда не спрашивал, есть ли у нее в родне датчане или шведы. Ему было все равно. И сейчас он с нежной улыбкой у кончиков рта любовался ее лицом, волосами до плеч, немного спадающими на клетчатую рубаху стиле кантри, верхние пуговицы, которые были слегка расстегнуты, фривольные, соблазнительно открывая вид на белоснежную грудь. Строенная талия, его любимые бедра и длинные ноги. Она была едва ли не выше него ростом, когда надевала каблуки при визитах в суд по делам, которыми занималась. Девушка нежилась в лучах солнца и щурясь смотрела ему в глаза. «Почитаешь? Там ведь сказки. Быть может, я взремну. Тут так хорошо и тихо. Вот только трава влажная. Это скорее научная. Просто читай, зануда». Эльза повернулась на бок к нему лицом и положила руку ему на поясницу. Энтони открыл книгу и начал читать. Вступление он прочитал еще вчера, как и первую главу, в которой велось рассуждение о появлении Фель в кейтской мифологии. Были варианты, что они являлись сородичами первых людей, просто ушедшими в леса и пещеры подальше от конфликтов. Также выскальзывались и более мистические предположения, все же роднившие их с людьми. Их называли детьми богини Данну, которые некогда прибыли на британские острова с севера в рамках одного из периодов заселения. Эльза задремала, и ее плечи мерно колыхались при каждом вдохе. Тони положил руку ей на волосы и легко провел по ним. Он любил такие моменты. Ему вообще нравилось бывать на ферме. В молодости, сбежав с нее из-за скуки и однообразия сельского уклада жизни, сейчас он возвращался сюда, спасаясь от городских проблем и суеты. Но особенно он любил проводить здесь время с любимой. Так было теплее. Да, именно так ему думалось. Теплее. Его словно наполняло благодать и тепло, когда она вот так дремала рядом с ним, или когда они весело проводили время за семейным обедом, ужином или вечерними играми в шарады, или еще чем-либо. Уют. Он ощущал уют. Его дом был там, где она. Детектив продолжал изучать свой необычный источник информации. Некоторые феи считались помощником людям. Кто-то из них помогал с урожаем, кто-то берег дом и помогал по хозяйству. Но были и те, что вредили людям. Не все делали это со зла, кто-то просто дурачил пьяниц на дороге из чисто игривых побуждений. Особенно интересным казался раздел о похищении детей. В нем говорилось, что иногда, когда у народа фей рождался больной ребенок, его подкладывали вместо новорожденного в человеческую семью. Как кукушки поступают с яйцами. Человеческого ребенка растили в кругу феи, и он становился там своим. А больного подкидыша зачаровывали, чтобы он выглядел как похищенное дитя. И родителям из человеческого рода ничего не оставалось, кроме как убиваться горем, видя, что их ребенок постепенно чахнет и в концов умирает от неизлечимой болезни. Они и не подозревали, что их настоящее дитя сейчас счастливо постигает совсем иной мир. Энтони видел подобные истории в двух других книгах, что взял на прочтение. Видимо, это было традиционно не только для кельтских фей. Порой истории в этих книгах сходили за произведения королей современного книжного ужаса. И читая подобные истории в книге, что он сейчас держал в руках, Тони старался не думать о том, что произошло по дороге на ферму и вчера в библиотеке. В конце концов, его глаза устали, и он, откинув голову на ствол дерева, уснул. Сны его снова были добрыми и теплыми. Ему снилось, как он 19-летний переехал в город и сперва перебивался подработками, легко заводя новых друзей. А потом решил устроиться в полицию. Поцелуй любимой разбудил его. Для меня, наверное, самым главным было именно то, что я фактически выполнил какой-то вызов, брошенный себе. Мне, конечно, в этом плане помогали друзья, но все равно без какого-либо давления и самодисциплины ничего не получилось бы. В принципе, все книги, которые я так или иначе начинал писать, они у меня захлебывались просто потому, что я их писал на чистом вдохновении, и не хватало системы какого-то плана, синопсиса вот этого всего. А здесь я уже более конструктивно подходил к вопросу. Ну, у меня есть несколько любимых авторов. Один из самых любимых — это Чарльз Делинд. У него, собственно, он тоже пишет в жанре городского фэнтези. Я, собственно, вот какие-то такие идеи именно такого жанра подчеркнул у него. Но он пишет больше про то, что связано с мифологией североамериканских индейцев. Интересна была мифология европейская, в частности, британская, и как-то хотелось ее развивать. Изначально думал поставить сюжет как раз где-то в Британии, в Англии. Но в конце концов как-то все это дело перетекло в Штаты, потому что хотелось придать немножко вот этого нуара детективного. И как-то вот Штаты, они туда больше ложились. Много кто говорил на самом деле, что книга именно по какому-то своему слогу, она больше похожа, ну, на что-то вроде сценария, но такого более развернутого с деталями. Хоть моя работа и носит технический характер, но все же приходится иногда применять творческий подход в решении тех или иных задач. Поэтому да, для меня эти два процесса схожи. Более того, я, наверное, могу сказать, что когда вот я писал книгу, я применял какие-то практики из разработки ПО, которые можно было применить к планированию написания текстов. Я, наверное, в какой-то части вкладывал в героя какие-то отголоски от себя самого. По новому материалу тоже есть идеи, но они, как говорится, просто никуда далеко не заходят, потому что в это надо сильно много времени вкладывать, и пока не готов.